Спасибо большое. Ну и я тебе хочу раз увидеть наше совместное белорусско-российское время. Специальные часы – подарок от парламентского собрания России и Республики Беларусь. Во многих вопросах граждане двух стран уравнены в правах с местными жителями. Данный комитет занимается распределением бюджета на совместные программы. Такие выездные заседания проходят нечасто. Юрий Поляков поприветствует вас всех на этой прекрасной Анапской, Кубанской земле. Мы хотим, и к этому прикладываются все усилия нашего главы, чтобы город звучал. Должен сказать, как человек, который долгое время поработал, называется, на земле в городском хозяйстве, город чистый, ухоженный, доброжелательный. Понимаем, что все это в том числе и усилия руководства города. Примерно половина участников – депутаты Национального собрания Республики Беларусь. Кто-то уже бывал в Анапе, а кто-то здесь впервые. Численность населения города превышает 180 тысяч человек. Экономика, она простабильно развивается. В живую гости увидели в том числе инфраструктуру в лагере «Жемчужина России», одного из крупнейших в стране. В конце лета, начале осени сюда приезжают юные таланты из России и Республики Беларусь. Фестиваль проходит под эгидой союзного государства. В октябре город-курорт принимал спортивный фестиваль студентов из двух стран. По словам белорусского сенатора Людмилы Добрыниной, Анапу в республике никогда не забывали, в том числе и как детский курорт. Мы увидим, что Анапа действительно сегодня, это действительно курортница. Столько объектов созданы, инфраструктуры. Можно отдыхать достойно, все очень достойно. По словам заместителя председателя Совета муниципалитета Александра Смирнова, подобные мероприятия способствуют дальнейшей популяризации курорта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.